привет друзья сегодня мы с ларсом вышли на охоту но данный видеоролик я посвящаю не охотничьей тематике а немного другому другому я расскажу об этом месте здесь в этом месте был завод здесь был завод по изготовлению метилового спирта завод этот был основан до революции немецким архитектором скажем так не знаю для чего он был тоже для лесной промышленности но метиловый спирт уже начали производить советские времена а с этой стороны находился лагерь времен культа личности очень много было политических заключенных тут есть старые подземные ходы позднее покажу значит в той стороне находится поселок там железная дорога оттуда гоняли этапы по рассказам моей бабушки значит привозили целые эшелоны заключенных и гнали тут три километра поселок называется метил название наверное от того что здесь изготавливали метиловый спирт это место называется киевская так как лагерь был перевезен из киева и вот гоняли этапы значит бабушка рассказывала что пригоняли целые составы людей гнали стояли охранники и люди шли в морозы минус 30 минус 40 градусов и допустим даже обувь у них была там чуть ли не пальцы торчали и эти люди где падали их тут тут и закапывали в общем это место я бы сказал большое большое кладбище здесь очень много людей похоронено причем наверно много невинных людей здесь нашли свою погибель да что еще хочется добавить здесь это места охоты где я все свое детство провел охотился здесь вот такое вот место эти сосны посадил мой дед впоследствии значит здесь был пионерский лагерь лагерь то ли в тридцать девятом то ли в сорок первом году перевезли в нижегородскую область и завод завод здесь взорвали его тоже перевезли нижегородскую область вырабатывали там метиловый спирт многие значит заключенные ушли на фронт добровольцами позднее здесь была небольшая после 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 того как лагерь перевезли здесь был пионерский лагерь о как могли додуматься в блять столько людей здесь погибло и после этого здесь был пионерский лагерь значит впоследствии его закрыли и здесь сделали небольшую деревеньку может быть дворов 10 было давно тоже уже на не знаю сколько лет вот домов уже только столбы стоят ничего не осталось и деревни здесь в общем не стало называлось это место киевская сейчас мы с ларсом пройдем по берегам покажу подземные ходы расскажу тоже немного истории об этих ходах как мой отец залазил них такое место в общем это место в большое-большое кладбище здесь очень много невинно погибших людей пройдем по этому берегу так вот ребят здесь находился дом а может и не один потому что вот старые кровати я не знаю что это такое выгребная яма или чё-то если кто знает напишите скажите потому что здесь очень много вот таких ям потому что не колодец кровати кровати старые стоят старые кровати здесь был дом медведь медведь все умел смотри я думаю что медведь на здесь малина летом малина а может и снегом приложила мог тут медведь постоянно летом здесь ребят везде такие как траншеи длинные покажу позднее не знаю с чем это было сделано но ходы были очень глубокие значит по рассказам моего отца когда он был еще пацаном отца уже нет на не соврать на около 20 27 лет как отца нет а он был еще пацаном залазили они значит до пень до открытия пионерского лагеря они залазили в один из ходов подземный ход уходил под реку под ручей тогда это была река была плотина плавали даже на лодках и вот ход уходил в ту сторону понятно что никаких фонариков в то время не было они ход был завален кирпичами они его откопали и пролезли в этот ход и шли говорит наверно метров сто по этому ходу дошли до железной решетчатой двери на двери висел огромный амбарный замок и начали тухнуть у них факела в общем за эту дверь они не попали на входе они нашли саблю или шашку не знаю то она уже была подржавевшая немножко и вышли начали рубить ей кусты и она обломилась по ручке вот это из рассказа моего отца брат у меня старший все хочет попасть в эти ходы в общем покажу сейчас дойдем и до них покажу эти ходы вот шла деревня здесь находилась она не много было дворов но был даже клуб в этом месте был даже клуб а когда был лагерь тут понятно стояли на на теплушки никто там ничего для заключенных серьезных строений делать бы не стал были обычные теплушки которые наверняка очень быстро сгнили так сейчас вот здесь тоже бугор на на был дом это здесь есть такие бетонированные как вход в подземелье что ли сейчас покажу где-то в этом месте сейчас мы найдем а это уже это уже трактором сгребали это уже сгребали трактором лесозаготовители вот один из таких ходов тоже пытались попасть и ларс вот смотрите вот они здесь были какие-то строения все вот забетонировано толстый слой кирпич красный бетон да отец рассказывал что ход этот был арочного типа из красного кирпича вот они на большую глубину уходят эти строения четного больше метра все идет от кирпич где-то вот здесь были ходы подземные видишь как сказать то все все кирпич идет это это сгребли уже лесозаготовители трактором это уже не так давно лишь глубоко на смотри насколько глубоко идут вот эти вот все все ходы все это кирпичи так еще а вот еще одна конструкция не знаю что это было вот у нее здесь получается закрыта она заглушена со всех сторон как спуск вниз и и вот здесь спрыгну все завалено кирпичами вот он все зацементировано завалены кирпичами сейчас покажу ребят вот такой вот ход не знаю для чего но это нет отец у меня залазил не в этот ход а дальше там покажу в другом месте сейчас мы дойдем до следующего подземелья подземного хода так назову его и покажем там пытались его раскопать ничего не получилось так ребят еще вот такой вот ход подземный тоже все завалено кирпичом с трех сторон он зацементирован может быть туда дальше что-то есть зацементировали просто чтобы туда никто не попадал хер его знаю и вот такая вот такое вот строение все из красного кирпича сделано какой-то переход или я не знаю для чего это служило вообще вот такая конструкция здесь получается он зашел а здесь вот он вышел в этом месте он вышел да давай последним фонариками место очень интересно вот так вот ребят все было сделано все выложено очень-очень ровно все очень красиво наверное над этими строениями работал немецкий архитектор поэтому так и красиво бля если бы на родил или русские сделали вы не так красиво в общем завод находился на той стороне ручья а вот эти подземные ходы почему-то здесь и по рассказам моего отца ход уходил прямо под реку под этот ручей она смотрите еще включимся еще покажем кое-что вот такое место вот здесь тоже было небольшое здание я думаю что ну так тогда одни да не маленькая мать рассказывала что здесь был клуб может быть это клуб и был тоже советские времена бревен от домов не осталось потому что когда строили мой поселок многие как бы жители переехали жить туда и дома перевозили бревенчатые дома в общем разбирали здесь и перевозили на новое место большой большой фундамент конечно зайду с металлоискателем полазить было бы интересно много находок но я думаю что таких как монеты там это навряд ли предметов старины было бы очень много мы когда копали ход нашли чернильницу семнадцатого года с клеймом семнадцатого года красный кирпич красный кирпич а не было тогда наверное белого а белый с красным да белый это только красный красный кирпич да да и семент семент такие вот тут места сейчас мы уже вплотную подходим к следующему подземному ходу куда лазил мой отец в детстве смотрите не переключайтесь будет интересно место историческое место богато историческими артефактами на мой взгляд так вот шел поселок вот была улица дома были с одной стороны дома были только с той стороны вот так шла улица прямо вот мать рассказывал что был клуб рассказывал что был случай в которой жили два брата оба служили в армии один служил в морфлоте мать так запомнила она еще была маленькой а второй ну в обычных войсках и вот который морячок пришел сюда на дискотеку на танцы раньше так это называлось вот этот клуб и в общем были какие-то бандиты что ли и этому парню опасной бритвой разрезали горло он бежал метров на 200 с разрезанным горлом и упал уже на том берегу там он умер в общем тут на самом деле такая энергетика у этого места на мой взгляд что будто бы находишься на кладбище сравним может быть потому что я знаю эту историю ну вот так так ребят сейчас мы уже вплотную подошли к тому месту к тому подземному ходу куда лазил мой отец тут вот тоже огромная яма не знаю что это было вообще даже даже предположений никаких не могу взбивать возможно обваливались эти подземные ходы но вот отец у меня лазил вот сюда вот бугор видишь бугор ага и вот а то есть вот это здесь интересное место да 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 отец у меня лазил сюда вот здесь тоже какой то не знаю это самое типа хода косы старые валяются гильзы и вот это уже брат мой пытался раскопать видишь алард это уже копал мой старший брат кирпич идет очень глубоко не докопались да почему они не докопались потому что пошла вода невозможно было копать вот такие вентиляционные трубы очень часто попадаются вот такие вот вот такое место по рассказам отца по рассказам отца вот здесь была лестница лестница была так был поворот сюда был поворот и ход уходил вот туда вот что-то даже видно даже что-то вот видно что такое вот ну непонятно и ход уходил туда вот там река буквально 100 метров и вот они уходили туда походу к этой реке тоже тут арматура какая то херь его знает железяка вот сейчас схожу еще на реку покажу реку ну речка небольшая ручеек смотрите в общем вот в этом месте была сделана плотина ну искусственно людьми плотина вот так тут отсюда ручей идет и оттуда ручей и здесь у меня мать рассказывала плавали на лодках было очень много воды здесь плавали на лодках ну плотину эту делали тоже для завода завода ага завод был как раз вот в этом месте вот получается вот тут вот на том берегу да да а здесь был лагерь политических заключенных так такое вот место друзья богато историей много невинных людей здесь погибло очень много ну ладно сейчас мы с ладцем немного перекусим очень давно хотел я показать это место все свое детство я здесь охотился мне это очень интересно близко дорого сосны садил мой дед в общем для меня это место родное и энергетика на мой взгляд в этом может потому что я просто знаю что здесь происходили такие события энергетика этого места просто мощнейшая на мой взгляд в районном значит я узнавал был районный музей как сказать то да районный музей был в общем никаких сведений о этом месте нигде нет это наверное была черная точка в истории нашей страны и поэтому афишировать и что-то рассказывать об этом никто не хотел все это знаю лишь по слухам моих предков с их разговоров так скажем бабушка она это застала вот такие вот места немножко печальная сегодня тема ну ладно давайте сейчас мы перекусим помянем жертв политических репрессий давайте в общем всем удачи всем пока вы были на канале ветка hunter давайте всем хорошего настроения не грустите не скучайте пока на канале давайте